День за днём 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 горничной Марины хватает ломать хлеба и прячет его в карман. Ой, кто ты? Что стащил? Как забрался? Да ты что тут делаешь? Видишь, ты, бедная, с перепугу, сколько вопросов сразу. Стащил вот хлебушка. Как забрался? Дверь распёртая. Так ты по распёртым дверям ходишь? А в запёртую, милая, не войдёшь. Я тут брата ищу. Скажем, здесь, в денчиках, у капитана Горского, Князева, князев фамилия. Ох, нету, нету уж Князева, на войну угнали. Ну, взял хлеб и убирайся, пока тебе полиция не забрала. Полицию теперь самая забирают, а хлебушка в самую быточку два дня не ел. Да теперь полгорода два дня не ест, рабочий он без хлеба. А оттого и без хлеба я, что рабочий. У Фина Первайнина на борже работал, только ночевать, где придётся, без паспорта. Подошла забастовка, ни капиталу, ни хлеба. А в деревню пешком не дойдёшь? Ну, будет, будет, ступай к Лешему. Да ведь оно и к Лешему, не дайки пешему. Капитал не дозволяет к Лешему. Марина, в чём дело? Да вот, без паспортной варяга. Я сроду не воровал. И этого не может быть. Без воровства, брат, уважаемому человеку нельзя. Куда? Немыслимо. Ну, вот, значит, и воровал. Так я ж неуважаемый человек. Из самых мелких. Кто пометит, тот и ворует, а кто покрупнее грабит. Это в точку. Вы, господин, будете из мелких или из крупных? Я из средних. Стало быть, и к тем, и к этим. И к тем, и к этим. В центру, значит. У нас тоже вот старшина Хролл у казны ворует, а меня грабил. А ты бы избить его попробовал. Попробовал. Измолотил. Примедали. Сам на станцию и был таков. Семь годов неизвестно, где живу. В деревню глаз не кажу. А Хролл, конечно, всё за долги продал. Это уж по закону. Жену детей из дома выгнал. Детей выгнал. Жену не успел. Померла. При детишках старушка-мамаша для прокорма Саватевна на дысь прописала к валаамским угодникам. Он по весне смотаться хотела. А без капитала не обойдёшься. А ты иди на улицу. Там народ сейчас и права, и капитал себе добывает. Это мы уж в 905 году добывали. Спина чешет. Значит, дело привычно. Иди, иди, брат. Там судьба твоя. Вот. Поглядеть бы ей судьбе в глаза да спинку ей погладить. Ну, иди, иди. Там тебя не хватало. А это кто ж такое? Мою жизнь знает. Хозяин. Сам Растёгин. Слыхал, может? Растёгин? Да не может быть. На таком несметном капитале человек сверху сидит. Ой. Фу ты, брат ты мой. Дух захватила. Марина. Ах, ещё один. Да будьте ж вы трижды неладный. Ну, куда ты, чёрт, залез? Марина не узнала в этом худом и небритом солдате своего жениха Сергея. Маринка. Ой. Господи. Серёжа. Живой. Обязательно понимаешь. Ой, худущий. Так прямо из лазарета. Ой. Ой, да чего ж ты стоишь? Да чего ж ты не писал? Аннафима. Это ты не писала. От матери письмо пришло в самый раз в атаку идти. Так с письмом и пошёл. Он, понимаешь, неприятель поливает, чем попадя. Картеч, картеч, понимаешь, шрапнель, понимаешь, шрапнель. А я ни черта не понимаю. Я одно кричу. Маринка, уж лиш не увижу. Ну, дурак. Лучше б родную мать вспоминал. Мать родила и конец. А тут другой конец. Смерть. Не женившись, понимаешь, и не повидавшись. А бывает, друг, и женившись, и трёх ребят имевшись, да простишься, не видавшись. Это кто же? Да родимцы его знают. Брата ищут. А над братом смерть свищет. Ну, спасибо, любезная, покормила. А что ж, я тебя-то не покормлю, а? Да некогда, некогда. Я ведь только тебя повидать. Революция там. Наши выздоравливающие уже пошли с рабочими. Ой, не ходи, не ходи, будет с тебя навоевался. Там-то мы довоевались, и тело, и душу изрешетили. А они чего тут понастряпали? Немцам нас продали. Теперь уж пойдём, понимаешь, революцию делать. Ну, вот, Елизавета Алексеевна, революцию-то делала. Ну, а чего ж плакать? Да в тюрьме она уж месяц. В тюрьме? Фараоны прямо с завода забрали. Ах, сволочи, такую приятную барышню. Это им что барышня, что кавалер, отлички нет. Идём, земляк, всех врагов разгвоздим. Первым номером полицию бить. Полицию бить? Сноровка нужна, вроде ось из колеса. Чего ось? Всю карету надо вдрызг. Мы там за их головы кладём, а они тут, понимаешь, поразбакостились. Идём. Идём, говорим. Что ж, Господи, благослови, вразумите угольники. Сергей, Сергей, куда ж ты? Сергей. Что за безобразный шум? Вступай, Марина, запрети и шуветь у порога. Да это не у порога, это по всему городу. Ну, чем хуже? Господа, господа, с великим праздником. Христос воскресе. Что делается? Что делается? На Невском солдаты с рабочими братски целуются. А на улицах ваши рабочие полиции кровь спускают. Марина, скорее, красный бант, его величество, народ идёт. Великий праздник слияния всех слоёв в единый русский народ. Пулемётов на это величество. Господа, да что случилось? Революция, тётя Капа. Какая революция? Какая революция? Бескровная. О, ну, пожалуйста. Тогда обойдётся и без генерала Богдановича. Марина, да где же ты? Давай, красный бант. Красный бант, да-да. Красный бант, позвольте мне. И мне красный бант. Господа, господа, господа. С победой революции. О, отпустили. Я поздравляю нашим делам. Прекрасно. Нашим делам. Браво. Лиза, что же это? Праздник, тётя. Праздник. Граждане и товарищи, эти цветы – залог того, что для свободного народа расцветает новая, прекрасная жизнь, товарищи. С победой революции. Ура, ура, ура. Я пришла сюда не в дом, нет, а на завод, на завод, господа, к нашим товарищам рабочим, с ними говорить. Идёмте, господа, идёмте, собирайтесь там, господа, идёмте. Идёмте, господа. По улице непривычно людной и шумной проходят группы рабочих и солдат. А в это время в маленькой комнатушке питерского рабочего Семёнова неспокойно. Полю тревожит долгое отсутствие мужа. Давно уже ушёл он из дому. И до сих пор его нет. Колька, ты что? Мамка, ничего. В очереди за хлебом стоял. Стоял, стоял. А они, как черти, понимаешь, всю булочную развратили. Ну и хлеб растащили. Я-то, конечно, кусался, кусался. А потом, как, сквачу. У одной бабы хлеб, понимаешь, и бежать. Ну, вот и убежал. А там за мостом стреляют. И все там. Отец с Бурановым тоже там. Ах ты, господи, испугал как. Ой, есть чего пугаться. О, добыл. Жаль, что чёрный. Но ничего, папку Белого принесёт. Да уж, что-нибудь принесёт. В комнату входит рабочий Степан Буранов. Степан, ты что? Приготовься, Поля. Так что... Я уже приготовилась. Ну? С Гришей несчастье. Убили. Засели подлые фараоны на чердаке. Десятка-два народу положили. Мама! Мам! Папа где? Ничего. Ничего, сынок. Папа придёт. А ты сказала, убили? Убили. Нет. Нет, то другого. Дядя Стёп, а зачем ты сказал Гришу? Гришу ранили. Мам, а зачем ты сказала, убили? Прошло около двух месяцев. Прошло около двух месяцев. В один из апрельских дней Елизавета Растёгина выступала на заводе с очередной речью. Слушали её и Буранов с Князевым, Сергей, Поля Семёнова. Призыв Растёгиной к продолжению войны и поддержке займа свободы, выпущенного временному правительству, не нашёл отклика у рабочих. После митинга, когда над городом спустилась ночь, Поля, уложив спать младшего сына Мишку, вышла отдохнуть на скамеечке у ворот. Степан! Эх, ночь-ка, Поля, куда твой день годится? Читать свободно. Что, тряхнули вас, смутьянов? Здорово струсили, небось. Да уж больше некуда. Умирать-то не хочется? Ну-ка, надобности нет. А Гришу везти насмерть? Была надобность. Нас не вели, мы сами шли рядом. Небось, не лёг рядом с ним. Места не оказалось. А вот пока живём, с тобой вот рядом посидим. Посидим, да врозь поглядим. Ох, складно, складно своё рабочее слово сказала. А у тебя чьё? Вильгельмова. А вот это уж буржуйская. Чужой жвачкой рот поганишь. Умной бабы, дуракам веришь. Ни дуракам, ни умникам, никому я не верю. Не веришь? Сама дозналась? Да зналась уж. Вот жизнь пришла, а Грише не стало. И куда это наше рабочее счастье девать? Поля, ты вот над своим рабочим счастьем смеёшься, а счастье твоё детям засмеётся. И будут они вот тут полными хозяевами. А ты, что ли, их хозяевами-то поставишь? А доживу я буду хозяином. Да теперь все доживём. А вот оно, что Поля, деда дух захватывает. Дух захватывает. Глядеть-то на тебя, тоска. Тоска. Какая тоска. Зашло сердце, да не отходит. Вот жизнь пришла. Всё полно кругом. А я одна. Как в чистом поле. Не души кругом. Так вот так и я в Сибири. Тайга кругом. Вся душа дома за тысячу верст. И растёт тоска. Потом 10 дней без памяти пролежал. А придёшь в себя, всё, надо мной какой-то человек сидит. Глаз щурит. И совсем уж я в память вернулся. А он всё подле меня, как родная мать, ухаживает. Да всё шуточкой. Глазами весело поблёскывает. Оказывается, 10 ночей не спал. Потом всё читал. И меня к чтению приохотил. С ним легко. А зайдёшь в тайгу. Опять тоска. Умереть тут. Да вдруг кто-то за руку меня хвать. Оглянулся. Он. Глаза суровые. Ты что, спрашивает Раскис? Не видишь, что готовится решительный бой? Надо силы копить, чтобы стать во главе рабочего класса. А ты в тайге тоской исходишь. Какой же из тебя будет командир? И стал он меня отчитывать. Небо жарко. Веришь, поля? Стыдно мне стало за мою маленькую тоску. И ушёл я из тайги другим человеком. А он-то что за человек? Он-то Ильич, Ленин. Вот бы тебе поговорить с ним. Это зачем же? Вот там увидишь. Нет. Я тебе не Гриша. Колька, возьми Мишку из люльки. Ну да, так и взял. Как папкино ружьё, так не бери. А как Мишку, так возьми. Дядя Стёп, ты ей не верь. Ерунда. Я ведь знаю. Что ты знаешь? Всё знаю. И что отец про тебя говорил, я тоже знаю. Ну? Это, говорит, самый мой святой друг. И я его ловко обманываю. А. Вот когда ты был болен, он, говорит, закашляется, отвернётся от станка, а я ему своих нарезанных гайк подцеплю, чтобы ему меньше было работы. О! А мать смеётся. Она всё смеётся. Да как бы тебе не всё. На хитрые. Ночью сегодня просыпаюсь, она сидит, качает лёльку с Мишкой, плачет, да ещё с отцом разговаривает. О чём? Да ерунда. Ночь, говорит, светлая, могилка твоя тёмная. Что ж, говорит, не идёшь на своих птенчиков поглядеть, и болтай. Ты чего? Смешно. Смех тоже нашёл. А ещё с бородой. Борода-то у меня маленькая. Отчего слёзы на ней? Ну? Ну почему так плачешь? Ну? Да ну, не риви, не риви, не риви, дурачок. Да, слаб дурачок. Почитал бы лучше. В другой раз, Коля. Коля, в другой раз. Прошёл апрель, за ним май. С каждым днём росло влияние большевистской партии. Со всех концов страны, с заводов и фабрик, шахты, рудников, из деревень и окопов шли к Ленину слова поддержки, сочувствия, горячей любви. Народные массы узнали настоящую цену временному правительству. Но было ещё много таких, которые метали со стороны в сторону не зная, что делать, к кому примкнуть. Как-то поздним июньским вечером Марина встретила Сергея. Сергей! Сергей! Ты! Ой! Я что, не узнала? А где узнать-то? По неделям не вижу. Да и без надобности положу. Откуда это ты забрёл? А чёрт его знает. Сам уж не знаешь, где бродишь. Да, вот так вот и брожу по митингам, как в лесу. За день больше слов услышишь, чем за всю жизнь. А чёрт в их разберётся. Откуда и к чему? А из худа-то ты как? Пуще, чем с фронта пришёл. Да, на фронте пули свистят, знаешь, откуда, да и мимо много. А тут, понимаешь, слова, ну, горячей пули. И кто их посылает? Свой, аль враг. И все бьют, понимаешь, в сердце. Кого слушать? Куда вписываться? Да ты никуда не вписывайся. Ты чего, Лизавета Алексеевна, ты не слушаешь? Да, Лизавета Алексеевна по весне ещё вписала. Ой, так чего ж тебе? Да видно уж не теми чернилами. Ой, так чем же тебя, генерала, вписывать? Чем? Своей кровью вписался бы, кабы знать куда. Ой, ой, а это тебя большевики сбили. Да нет, сам нынче на Лиговке двух большевиков избил. Так что ж ты за человек-то? Да вот не знаю, что за человек, не знаю. Давай, вот, ну вот, требуй войны с дезертирами, дерусь. А сам, понимаешь, в дезертирах, а на фронте наших лупят. Вот гады. Ну, так иди на фронт, что ли. Чем так-то с тобой мучиться, лучше воюй. Воюй, воюй. А за что? Да ведь ты же весной еще говорил. Теперь знаю, за что жизнь отдам. Вот весной знал, а летом, понимаешь, забыл. Господи. Ну, хорошо, хорошо. Я там за землю, за народную волю жизнь отдам. А они, эти керенщики, отымут и землю, и волю. Да ведь отымают. Вот гады, понимаешь? Понимаю. Тебя у меня отымают. Ой, господи. Что ж мне с тобой делать-то? Чем побудь-то? Понаходили, понимаешь, непонятных слов. Чтоб людей, понимаешь, путать. Ой, где ж мне-то найти слов, чтоб тебя, дурака, выпутать. Ночью не сплю. А засну-то все ты без головы снишься. Голова-то вон, мотается. А сна тоже нет. Гляжу в эту лупоглазую ночь. Ни тьмы, ни света, чтоб те лопнуть. Ну, ладно. Паренька, на, кушай. Конфеты. Дорогие гады. На чёрт такую дрянь покупал. Да это они сохлись. Ещё с мая нашёл. Да как увижу тебя из завода про них. Польке бы отдал. Видал, как с ней ляс-то точил. Брось ты. Ну, поженимся вот. Где там? И Петровки уж зашли. Ну, значит, после Петрова дня. А пока, понимаешь, съезжу в деревню. Возьму у матери это благословение нерушимое. А обыденкой назад. Марина? Полю не видала? А, ты, Буранов, главный закопёрщик. Я давно до тебя добираюсь. С Лениным книжечки в кармане носите? По указке читаете? А ну-ка, книжку покажь. Покажьте, говорю. Давно добираюсь. Вот. У лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе-то. И днём, и ночью кот учёный. это не та. Но я разыщу вашу агитацию. Ну вот, и остыл, Серёжа. А я тебя выслежу. А я тебя уже выследил. Езжай, Серёжа, к родителям за благословением. Сразу всё как по маслу пойдёт. А не вернёшься, я на Марине женюсь. Погоди, погоди. Я тебя женю. Я тебя женю. Я тебя женю. Да нет, ты постой. По набережной торопливо идёт Поля. Буранов замечает её. Поля. Была. Говорила с ним. До слова. Ну, рассказывай. Народу круг его битком. А он росту небольшого никак на него не видать. И что они там говорят тоже не разберу никак. Вдруг он как закатится смехом. Чудное что-то ребята ему сказали. И все кругом весело смеются. Он опять что-то заговорил. И сразу тихо муха пролетит. Я всё вперёд протискиваюсь. Ребята расступаются. А перед ним солдатик вроде нашего Серёжки стоит. И с запалом что-то ему рассказывает. А он так чуть бочком стоит прищурившись. Слушает. После усмехнулся ласково. Почесал пальцем за ухом. И сразу серьёзный стал. Слышу. Товарищ. Это очень просто. Мы не хотим народной крови и слёз. И за это взыщем. Так. И опять тихо. Словно я одна в комнате. А он на меня глядит. Сразу мне что-то горло подкатило. А виду не показываю. Усмехаюсь. Привычка у меня такая, значит, усмехаться, чтобы горе моего никто не видал. А он подошёл и тихо спрашивает, что у вас, товарищ, какой горе. Мужу, говорю, потеряла товарищ Ленин. Сама ничего за слезой не вижу. И к выходу. А он взял мою руку, сурово мне в глаза глядит. товарищ нельзя глядываться. Наше дело впереди. Мы идём в бой на старый мир за народное счастье, за хлеб, за свободу. Но нам не видать счастья, пока трудящиеся не завоюют власть. Вот что он сказал. Выходит, помогать надо. Время шло. Уже три недели ждала Марина возвращения Сергея из деревни. И вот ранним июльским утром он с вещевым мешком за плечами появился в особняке Растёгина. Иди сюда, дома никого нет. Ну, вот так, понимаешь, на крыше вагона вниз головой доехал. Не даже ты мне так вниз головой и снился. Ну, ладно. Ладно. Ну, это как ты тут, Марина. А? Неделю, понимаешь, съехал. А две недели в деревне торчало. Неуправка была. А по нивам ходил? Ну, а то как же. До самого рыжего врага. До самого. А в роще был? Был. Зелёная? Зелёная. Ой, полетела. А вот на полянке межлощин, что зорькой сиживали, не посидел. Нет, понимаешь. И не постоял. Да куда это? Ой, полюбуйтесь на него, дурака. Да что ж там делал? Да порядок, понимаешь, наводил. Ну, и навели. Как там, а? Всё аккуратно. А мужики в большевики не вписывались? Нет, да зачем? Зачем? У мужиков своё дело. А вот Шмецгер приехал нынче ночью. Говорит, мужики конюшни спалили, собак истребили. Сам еле в широких штанах удрал с Украины. Это от безхозяйственности. От безхозяйственности. Мать мне говорит, ой, да что это? Я главный забыл. Вот. Вот. Два полушалка в пыняш. И вот всё. Полотно. благословение навеки нерушимое. А ну-ка, примерь, полушалка, Маришка, примерь. Ну вот. Эх, ты зазноба моя. Ну, прямо это пчёлка или царица будь она проклята. Ну, теперь будет полная свобода. Любишь меня, живи, понимаешь, а любишь другого, к ему уходи. А ты, значит, другой, да? Ну да, ведь будет новый закон. А я тебе, Сергей, дам такой новый закон. Ведь это я к примеру, Маришка. А я тебе покажу пример-то. Ну вот, старый закон, плохо, нового не хочешь. Как же быть теперь? А вот как. Вот я тебя люблю, так и ты не смей вилять, не то голову развалю, чёрт губошлёпый. А ежели ты сама хвостом крутнёшь? Я тебе крутну. Ладно. Мариша, ох, и посуды много побили. Какой посуд? Да поместься тьей. Это пока я не подоспел, а то в раз порядок навёл. Землю, понимаешь, поделили, всё хозяйство по описи отобрали, ну, всё честь честью, как полагается. У кого отобрали? У барина. У кого же ещё? Так это зачем же? Да понимаешь, хлеб не стал косить, сыпаться начал. Опять же, пар не поднял, земля, понимаешь, жалуется. А вот теперь мужики всему порядок дали. Хлеб сымают, пар подымают, а земля, ох, и жирная, свою тощу пока бросили. Ох, и рады все, рады. Значит, и ты? Так меня ж главным комиссаром поставили. Вот почему и задержаться-то пришлось. Так значит, ты большевик? Да никакой я не большевик. Так, так это ж большевики землю отбирают. Да не большевики, мужики. И помещиков выгоняют. Да мы не выгоняли, он сам ушёл. А все землю просят, а большевиков в деревне почта нету. Только свои люди. Мужики там, солдаты. Может, ты, Сергей, брось. Брось, я ведь не дура. Мне, Елизавета Алексеевна всё объяснила. Землю-то все требуют, да чтоб учредительного собрания ждали. Да земля-то не ждёт. Хлеб осыпался, пар не взметён. Всё равно нельзя, раз Лизавета Алексеевна сказала. Да и Лизавета Алексеевна твоя там не была. Ты меня спроси. Сергей, вот клянусь Богом, если ты большевикам свою душу вписал, ты меня больше не увидишь. Тьфу ты пропасть. Да никому я душу не вписывал, говорю тебе. Глянь в глаза. Ну? Вписался? Нет. Ну ладно. Ладно, пускай Лизавета Алексеевна разберёт. А пока возьми-ка свои подарки к себе. Да ты зачем? А вот так. Целей будут. Я не возьму. И я не возьму. Тихо ты. Убирайся. Не роняй. Не роняй. Растяпа. В комнату, продолжая разговор, входит Шмезгер, Тихий и Растёгин. Ну, как у вас там в деревне-то жарко? Сдаётся, что и у вас тут не зефьё. Ох, шквал, шквал. От таврического дворца пешком шёл. С трёх извозчиков меня солдат стащили. Влез в трамвай, вагон остановился. Рельсы семечками заплёваны. У меня мужики коней увели, урожай сняли. И штаны сняли, в чужих прибежал. Цэ, шаровары моих дедов запорожцы. Как же ты в таких знаменитых шароварх стрякача дал. Срамишь дедовские штаны. Есть священные вещи, над якими не можно глазувати. Я делегирован сюды в Украинской Рады, в земельный комитет, чтоб защищать универсал и дедовские права. Права? Какие именно, позвать вас спросить? права вильного украинского козацтва. Это зачем же тебе? За тем, что не варт загального шматувания. Шматувания, что говорите, пожалуйста, по-русски? По-русски я, пане, брате, не уторопаю. Пане, брате, не ломай комедию, не насилуй украинский язык. Это вы нас два века насилуете. При царях вы прикрепили к земле крестьянина, а теперь повещика. помещика? Каким образом? Формен запрещаете продавать землю, прикрепляете к земле. Это же крепостное право. Нет, это вы можете здесь у себя, а Украина еще не умерла. Не дозволимо. А мы вам не позволим сепаратизм. Кто это мы? Мы русские. Да, да, разорвать за даром Россию на части, на плачки мы не дадим. Ах, бросьте щенки. Россию нельзя разорвать. Да, да, вы правы, Алексей Петрович, Россию не разорвать, не умом объять. Ее Христос в рабском виде исходил, благословляя. Да, Христос благословил, а рабы проклинают. Христос сказал, продай имение и раздай нищим. А Чернов говорить не смей. А нищие не ждут раздачи, сами берут. Здравия желаю, Сергей Петрович. А, полковник Брызгалов. Я к вам, Александр Федорович. Это которого? Керенского. Просит немедленно пожаловать к нему. Немедленно? Не могу. И медленно тоже не могу. Александр Федорович очень просит. Очень извиняюсь, сердечно сожалею, но именно Александр Федорович просит передать. Именно Александру Федоровичу и прошу передать. Слушаюсь. До свидания. Честь имею, господин полковник. Господин Настой. Господин Настой. Ну, кто там еще? Это я, Золотарев. Ну, что? Я к вам, господин Настегин, по делу чрезвычайной важности. Заводской комитет дает вам 24 часа сроку. Если в этот срок требования не будут удовлетворены, рабочие бастуют. Настроение крайне беспокойное. А вы их успокойте. Значит, вы удовлетворяете экономические требования? Да, полностью. Правда? Святая, я закрываю завод. смеетесь? нисколько. вожди их не остановить. Это уж не в моей силе. А, вот видите, средневековые маги, вызвать чертей сумели, а загнать обратно не умеете. Пусть бы главный маг Буранов пришел ко мне. Буранов к вам не придет. Господин Растегин, остановитесь вы. Не в моей силе честь имею. Вы обрекаете массы на голод. Они вам ответят на это социальной революции. Есть мнение, что революции выигрывают сытые массы и проигрывают голодные. Имейте в виду, они уже выступают. Уже выступают. Слышали, Алексей Петрович, загнать чертей обратно наша задача. Сегодня же она будет выполнена. Какие сведения? Точная справка. Всюду в условных пунктах спрятаны войска. Казачьи и кавалерийские части. С фронта высланы две кавалерийские дивизии, броневики. В нужный момент... В нужный момент Керенская отступит. Некуда, некуда. Мы сзади коленкой подтолкнем. Для этого наши министры забастовали прежде рабочих. Две боевые задачи. Первая вызвать их на выступление. Так сказать вскрыть гнойник. И это по-видимому будет выполнено сегодня или завтра. Вторая задача диктатура... А говоришь болтовне конец. По диктатуре не болтают, ее готовят молча. Я ведь вам, вам говорю. Я больше тебя знаю. Общество офицеров и все общества защитников Родины и революции требуют этого немедленно. Они духовно организованы, но материально принимая во внимание отсутствие основных фондов и затем... Сколько? Важна не столько сумма... Сколько? Ваш пример... Поймите, за вами пойдут все... Сколько? Ну, сто тысяч в первый раз, потому что политическая ситуация... Возьми двести, только без красноречия. Куда перевести? Переводить, пожалуй, неудобно. Ну, хорошо, возьми по чеку на руки пока сто. Хорошо. Давай и ты, Шурин, общество офицеров. Я свою долю вношу по Украине. Ни черта ты не внесешь по Украине. Так тебе можно давать, у тебя завод работает. А у меня вот телеграмма управляющего. Половину хлеба на корню сожгли. Сам постарался. Ты кого подозреваешь? Христианин хлеб не станет жечь. Да христианин не станет, а большевики станут. Но, говоря принципиально, ведь у меня полное право собственности, и я могу с ней поступать как хочу. Это, конечно, не значит, что я поджигал. Зачем вы самому беспокоитесь? Тихо. Да, слушайте, дай банку приказ два миллиона перевести на лондонский банк, три на парижской. Как? Алексей Петрович, вы, вы, значит, не верите в Россию? Вера одно, а деньги другое. Вера у меня русская, а капитал европейский. хорошо, хорошо, Алексей Петрович, сейчас же всё выполню, хорошо, сейчас же. Я слушаю, Александр Фёдорович, это какой это, Александр Фёдорович? Ах, Керенской, моё почтение, к вам благодарю вас, очень благодарю, но, к сожалению, сегодня никак не могу, не могу сердечно сожжать. Как вы ко мне. Слишком много чести, Александр Фёдорович. Ах, так? Ну, что же, милости прошу. Господа, господа, они выступили с оружием. Весь завод не один, все заводы. Что же делать? Что делать? Что делать? Не беспокойтесь, господа, всё в порядке. Они направляются ко дворцу Кшесинской. Все хотят Ленина видеть, но они его не увидят. Они увидят нечто другое, а большевики не увидят с завтрашнего дня. Ну, что? Пока всё по плану и будет выполнено. Если товарищ Керенской вожаков выловить, как собак паршивых, они встретились. Господа. Что такое? Господа. Что? Вали. Вали. Господа, я, я, кажется, убит. Вот. Убит. Меня сейчас ограбили. Деньги взяли. Деньги сто тысяч. Часы. Кто? Где? Здесь, 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 в переулке, в переулке большевики. Ах, выскочили пять человек из грузовика. Я, я, я защищался. Я, я долго защищался. Двух я свалил, но трое меня свалили. Вот, видите, вот, всё, и взорвали. Вот, ну, и вот, щёку левую в кровь. Так, надо скорее в полицию, милицию. Нет, это именно в полицию, на революцию полицмейцеру надо жаловать. Ага. Кажется, фронтович засучивает ухо. Господа, свет тушите. господа, вот, под столом оказались. здесь деньги сто тысяч чьи? Тихо, это ты украл. Сволочь, подлец. Харьков Троич, случайное совпадение. После подавления июльской демонстрации Временное правительство издало приказ об аресте Владимира Ильича Ленина. В Петрограде становилось всё тревожнее. Поздний августовский вечер. На заводском дворе Буранов, обняв за плечи Кольку, рассказывает ему сказку. В свете есть такое диво. Море вздуется бурливо, закипит, поднимет вой, хлынет наберег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые. Дядя Стёп, тридцать три богатыря? А разве сразу столько бывает? Бывает больше. Больше? А сколько? Сколько? Полтора ста миллионов. Так все вместе и ходят. Нет, только учатся. Пелёнки сбросили, костики разминают. А где же они? Да вот один, к примеру, близенько от меня сидит. Красавица удалой. великан молодой. Это ты про кого? Вот угадай. Да. И вот, брат ты мой, растёт этот богатырь царевич не по дням, а по часам. Выпрямился, оглядел своё царство, а в царстве у него одна шестая земли, и моря в нём синие, поля леса зелёная, рек серебряный, горы желатые. И он, царь-государь великий, приказ даёт. И к чему прикоснётся? Всё кипит на море, всё цветёт на земле, и то взовьётся он ясным соколом в небо под звёзды, то вдаль на край земли летит. С вещами или без вещей? Ну, с вещами как же можно? Шапка на нём золотая, глаз у него орлиный, ясный, нос чистый. ну, летит это он, а навстречу ему все народы земли тянутся руками, кричат, говорит, здравствуй, свет наш, богатырь вольный, Николай Григорьевич. О, хо, хо, я сразу догадался, что ты про меня. Ну, вот, подходит к ним этот вольный царевич, никого не боится, его никто не боится. А ну, Коля, иди домой. Девять стиху. Потом дочитаем, потом. Иди. К Буранову подходит конторщик Безгрешнов, рабочий Лосев и Чубаров. А вот ты, Буранов, зря не боишься. Уходи скорее в другое место. Шпик тут уж больно густо пошёл. Густо это хорошо. Хорошего мало. В городе массовые аресты. А сейчас на Каменноостровском товарища с прокламациями прямо чёрной сотне в руки отдали. Большевик и его и прокламации в клочки. А прокламации что? Он редакцию правды разгромили, печати главного оружия лишили. А как же теперь без правды? Без правды невозможно. Что невозможно, верно. А вот что лишили неверно безгрешных. Вот газеты. Товарищи. Поля. Товарищи. Ну что? Пронесла немного. Но кавалер до ворот провожал. Я подмигнула и давай ляс сточить. Сказала, чтоб ждал у Невы на прогулку. Товарищи, разбирайте скорее пачками по цехам. Буранов. Ахоти скорее. За твоей головой охотятся. Князева тоже ищут. Надо спрятать, а он где-то бродит. Да прятаться нам от них нечего. Наше дело чистое. Ленин выйдет на суде, за всех нас скажет. Ленин не выйдет. Обязательно выйдет. Мы не допустим этого безгрешного. Он этой тюрьмы не дает. Его по дороге растерзает юнкера. Да чего ему боят сразу за него народ. А вон как дочку расстегину у нас на митинге растягали. Еле ноги унесла. Она то ноги унесла. Унести бы вам головы. То ж Буранов дальше получается. Революция получается. революция с февраля идет. В феврале были теплые слова, а теперь горячие дела пришли. С врагом бой будет. Руки занесены для смертельного боя. А князева все нету. Буранов на минутку. Ну? При Лосеве поосторожней быть. А что? Все таки знаешь в апреле Чубарова бил и даже в июне колебался. Да? Ну вот что товарищи. Нужно доставить в райком важнейшие документы. Оттуда получить инструкции. В случае опасности надо помнить, что документы важнее жизни. Понятно? на ответственность. Будь уверен. Доставлю. Я потому и говорю, что уверен. Товарищ Лосев. Да? Иди. Как Лосев? Понятно, товарищ Лосев. Я? Поручается тебе. Или боишься? Что ты, Буранов? Я доверие жизнью оправдаю. Иди, товарищ. Минута дорогая. Ну гляди, Буранов. Перед партией ответ несешь. А я думал, перед Керенским. Дядь Степан, иди скорей. Там тебя твой приятель спрашивает. Какой приятель? Да шпик. Он тебя не знает. А я его знаю. Где он? Да я его к дальним воротам отвёл. Он там меня ждёт. Отъеди. Уходи ближними воротами. Ну товарищи, расходиться. Расходиться. по одному. Осторожней. Осторожней. Здравствуйте, деточки. Тут что-ли сынок мой. Какой сынок? Да Фёдор Князев. Князев здесь, бабушка, сейчас придёт. Садись, обожди. Ты откуда же? Из дома, деточки. Да к валамским угодникам сподобилось. А, ну посиди, посиди. А я его сейчас разыщу сейчас. Князев, ты? А уж я думала. Прошёл мимо Шпиков. Сторонюца толстый, мол, значит, буржуй. Иди, мать, к тебе. Иди, иди скорее. Маменька, маменька. А уж ли ты? Ой, какой старый для Даши. Не может быть. А вы, мамаша, только в сок входите. Ну, как там дома? Слава Богу, детишки кланялись, хрол брониться. Через твоего сына, мол, царя лишились. Но это он по злобе наговаривает. Ну, он всю жизнь так. А я всю жизнь уповала собраться к святым угодникам, да кроваво следную жалобу принести. Ага, что же принесли? Принесла, да народ говорит не туды, теперь к Ленину. Полиция. Ой, стой, отшипи двор, никого не пускай. Мамаша, мамаша, в котомке-то во что? Водица, святая, иконки угодников бабы понавязали. Ага, вот самые подходящие предметы. Водицу мы попьем. Князев, давай сюда прокламации. Пей, сынок, телу о здравии, душевы спасения. А это что вы кладете? Это, это тут жития, жития. Так как там угодники, мамаша, почивают? Почивают, сынок. А народ, значит, молится? Народ, он больше про Ленина разговор ведет. Дескать, Ленину будто велено кликать себе трудящихся, и обремененных, и снять иго. А Ленине, мамаша, после. А весь народ к Ленину идет. Да после, после, про Ленина. Поберегите, мамаша. Идут. Да ведь, сынок, со всех краев народ-то к Ленину, как вода полая на луг. Бросьте, бросьте, мамаша, про Ленина. Место здесь неподходящее для таких разговоров. И что такая? Э, я-то вот такая, как есть, как есть, дедка. Что ты тут разложила? Святая водичка, пей душевое исцеление, в котомке иконки жития святых. Пошла к чертям, я сам богобольный. Так давай я тебя святой воды цель-то спрысну, душенька проясница. Я тебя спрысну. Эх, Федя, сынок, видать, здесь ты поначаль тут и не потрафил. Прощайте, мамаша, после свидимся. Эх, князев, назад, кругом шныряют. Наступил сентябрь. Большевистская партия вела подготовку вооруженного восстания. Меньшевики и сэры пытались сохранить свое влияние на массы, остановить нарастающую революцию, но это было не в их силах. Все это время Елизавета Растегина редко заглядывала домой. В один из дней она неожиданно появилась в столовой отцовского особняка. Ну, как ты тут? Ничего, похудела. Сергею? Да будь он трижды проклят, я и думать о нем забыла. Сколько я билась над ним, и молила, и грозила, и плакала, и ругалась, душу высушила. Но раз он в большевиках, значит, он не такой же последний враг, как и вам. Он тебе первый враг. Ты талант, твоя жизнь в искусстве, а они варвары. Искусство и всю культуру сотрут с лица земли. И талант твой растопчет, как корова цветок. Да когда же их самих-то сотрут с земли? Скоро. Может быть, сегодня ночью. Все готово. Ой. Ленина разыщут, а в Смольном все главари будут захвачены. Войска с фронта подходят к Петрограду. Значит, сражение будет? Возможно. И вы? Обязательно. И Сергей? Ах, ну, да брось. Ну, уничтожим вожаков, народ поймет, и Сергей твой образуется. не образуется. Всю ночь думаю, думаю. А говоришь, думать забыл. Я только когда не спит. Ах, Лиза, вот гости нежданные, давненько не видались. День-то нынче, Лиза, какой душный. Не нравится мне. Душно, словно перед грозой. Что-то, Лиза, кровью пахнет. Революция всегда так пахнет. Расчёт кровью идёт. Одни за старое платят кровью, другие новые той же монетой покупают. По какому счёту? У тебя свой счёт, у меня свой. Счёт-то у тебя свой, кровь моя. Если мне платить своей крови пустяк, а вот если твоей дорогой. Речь не об этом. я пришла к тебе спросить о твоём поведении. Поведение удовлетворительное, а успехи слабые. Это что же? Забастовка? Керенский хочет спасти Россию и хочет её с честью вывести из тяжёлого положения и под для него никого? Не хотите поддерживать Керенского? Не верите в него? Керенскому твоему никто медного гроша не поверит. Я таких приказчиков в одну минуту в три шеи. Но он тебе не приказчик. Приказчик, пока мы хозяева. Но этот гнус людьми торговать посмел. Продал Корнилова, продал Крымова, роздал оружие черни, а теперь перед ней на одной ножке скачет копеечный бояться. Не Крымову стреляться. Ему мерзавцу надо было удавиться. Да кто же спас Россию от реакции? Дура! Никакой реакции нет и быть не может. Это большевики выдумали, чтобы вас, младенцев, реакцией пугать. Что с тобой? Никогда ты так не кричал. Ох, и то не помню я за собой этого. Не к добру, пожалуй, а? Да и на кого раскричался-то? На куклу. Сейчас только Керенской может спасти Россию. Ничего он не может ни спасти, ни погубить. Сорвалось колесо и катится под гору. Ленин его толкает, а Керенской останавливает. Один уж на колесе, а другой под колесом. Российский фатализм? Нет, я европейской ориентации и туда, к твоему сведению, капитал перевёл. Там он вырастет, а сюда большим хозяином вернётся. Не знаю, какими путями вы вернётесь. Найдём пути. Это пути преступников против свободы и родины. Ну, тебе о родине не то говорить, понимать-то рано. Прощай. Прощай. Елизавета прошла в кабинет. Неожиданно в раскрытое окно с улицы заглядывает Сергей. Марина. Какого родимца надо? Рубахи мои тут остались тогда. Не постирала? Нет. Давай, нестиранный. Ладно, подождёшь. Маринка, бросай, идём. Куда? Скоро конец им всем твоим господам. Пошёл к чертям, бандюга. Значит, они тебе родней? Марина, именем пролетариата ты эту паучную сетку нынче жерви. Завтра мы её сметём. Сметёшь? Дурак ты, тёмный. Ничего не знаешь? Вас нынче сметут. Мы сметём и красную твою барышню за лисий хвост. А? Ты зачем здесь? За своим. А что тут у тебя твоё? Рубахи грязные, невеста. Ну, что ж, Марина, иди к жениху. Ты свободна. Решай. Решай. Некогда. Ладно. Сейчас привезу. Хм. Так ты, Сергей за хвост меня? А там за что придётся? Завтра. Когда придётся, может, и нынче. Не слишком ли быстро? Нет, в самый раз. Ты подумай, Сергей над своими словами. И ты тоже подумай. Молчи, когда я хочу с тобой говорить. А я не хочу с тобой говорить. Сама молчи. Ну, ждать вас тут. Ну, и подождёшь. Чёрт. Рожа немытая. Ши видно съели. А вот видно не съели. Вот пристрелят тебя, как воробья. Ладно. Ну, идём, Марина. Ну, что ж, иди. Марина, ступай именем пролетариата. Уходи, Сергей. Ну, что ж, прощай. Что ж, не пошла. Он бы тебя закосу. Показала б я ему косу. Уж если меня за хвост. Какой хам. Молчи. Вот тебе и Сергей. А с каким агнцем прикидывался. А душа звериная. У Сергея душа не звериная. А ты влюблена и не видишь. А я и хамов за восемь месяцев узнала. За восемь месяцев? А я Сергея с измольства знаю. Он мне с роду слово грубого или неправды какой не сказал. Какой же он хам. Разве что перед вашим шмецгером, что под стол прячется. Или перед вором тихим, что чужие деньги ворует. Его по морде он утирается. Ну замолчи, не нервируй. А что ж вы так разнервировались, когда Сергей вам сказал замолчи? Да ты что же меня с Сергеем равняешь? Нет где уж там. Сергея я прогнал... Так можешь догнать. Да что вы всё можешь да можешь разрешайте. Я и сама могу. Я тебя из грязи вытащила. Человеком сделать хотела. А он растопчет в грязи и тебя и душу твою. Ну и пусть. У меня тоже душа хамская. И ничего от меня кроме хамства не дождёте. Вот как? Ну прощай Марина. Возможно больше и не встретимся. Помни одно. Только где живёт культура там живёт и правда живёт проклятый и сдохнет. Марина. Марина. На снеси телеграмму. Ты слышишь? Ну я кому говорю? перестань леветь дура. Сам дура. Вон отсюда. Сам вон. Уноси свои шаровары. Ты кто здесь? А ты кто? Постойте господа постойте. Эти вопросы сейчас история решает. двадцать четвёртое октября тысяча девятьсотсемнадцатого года. С самого утра к штабу революции Смольному шли отряды солдат, матросов, красногвардейцев. Районный комитет партии. В одной из комнат Князев, Лосев, Сергей и Чубаров проверяют оружие. В стороне безгрешно с винтовкой. Буранов даёт задание красногвардейцам. Товарищи! Вы трое отправляетесь для связи в военно-революционный комитет. Вы два товарища в ЦК. Есть! Наша информация. Директивы имеем. Всё готово. Ждём инструкций. Товарищи! Кто ещё не вооружён? Я! Мне дайте винтовки в третьей комнате. Понятно. Да, Буранов. Слушаю, товарищ. Так. Так. Ровно через час. Есть. Есть. Безгрешнов! Я! Веди отряд немедленно к Тучкову мосту. Ровно через час быть там. Задача ответственная. Через час? Вряд ли поспеть. Должен поспеть, иначе подведёшь товарищей. Так лучше я ближний пункт возьму вовремя. Безгрешнов! Ты будешь в должном месте, в должное время. Да ведь легко сказать. Пошли меня, Буранов! Я пойду, Буранов! Товарищ, я найду, кого послать! Товарищ Чубарёв! Я! Бери! Есть! За мной, товарищи! Не более торопитесь, товарищи! Вооружённые восстанет вам неблох давить. Всё равно паразиты! Да! Да! Головами рискуем! Так надо думать ими! Мы не головами рискуем, а большим! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаю. Так. Сейчас буду. Лосев! Да. Отлучаюсь на четверть часа, замени. Ладно. Товарищи! Товарищи! Вопрос. Есть ли нынче необходимость? Буранов сам ещё вчера говорил, нынче рано. А нынче, говорит, завтра будет поздно. А если и завтра будет рано? Сначала, товарищ, надо учёт произвести. Железнодорожники неорганизованы раз. В Грандштадте настроение упало два. Ишь ты! У нас на заводе после объявленного расчёта народ, как мокрая курица. Это тебе три. Ты лучше посчитай пальцы у меня на ногах. И ты лучше свои пальцы в кулак сожми. Я-то, я свой рабочий кулак сожму. А вот вы, крестьяне, знаем вас, что земельку к рукам прибрали в сроку. Это ты так же узнал? Не верю я вам. Эка горе какое наше мужицкое. Горит твоё безгрешно, что ты ни в себя, ни в революцию не веришь. Верю. Только я ставлю важные вопросы остров. Вопрос твои важные да острые, как старые репьи. Ты прибаутки брось. Значит, товарищи, мы первые выступаем. А какая необходимость, ежели бы такое наше дело? Умирай или защищайся. Да, да, умирай или защищайся. Такое наше дело и есть. Рак уже давно напал. Товарищи, товарищи, это не страшно. Мы в учредительном собрании его заглотку. Заглотку? Лучше уж я тебя сейчас позатылку. Товарищи, товарищи, в чём дело? Да вот тут кое-кто выступать боится. Боится, пусть не выступает. А когда он других зовёт не выступать? Что, безгрешнов, что ли? Партии зовёт выступать. Ждать товарищи некогда. Надо брать власть сегодня. А если завтра отдадим её назад? Вопрос. Эх, брат, они тебя напугали. Ленин на это так пишет. Не надейтесь, господа, что мы дадим себя запугать. Вашей запуганностью. Вот я передал Ленину тринадцать вопросов. Почему не ответил? Ответил. Что? Ответил. Один дурак может задать столько вопросов, что тринадцать мудрецов не смогут на них ответить. Товарищи, довольны? Постановление партии выступать. Никаких прений. А, постановили. А вот тех, кто будет выступать, спросили? Значит, ты против постановления партии. Ты не виляй хвостов. Да он уж его давно поджал. Но, товарищи, товарищи, митинговать некогда. Князьев, как у нас с оружием? Нехватка. В арсенал послать? Послано. Товарищи, мосты разведены Керенским. Нам поручено немедленно принять участие в их наводке. Дальше будут директивы. Безгрешнов, подойди сюда. Что? Положи винтовку. Куда? Отсюда. А это зачем? Положи. Положил. Вижу. Теперь можешь уходить. Куда? Куда хочешь. Так это ты меня разоружил? Это не я. Подлые изменники тебя разоружили. Это, брат, шалиф. Не сметь. Не трогай винтовку. Да ты что? Что творишь? Волю партии. Выйди, безгрешнов. Выйди, говорю. Ну, ладно. Ладно, Буранов. Ладно. Что за безгрешновым выйдет поддержать? Нету? Нет. Товарищи, Безгрешнов не может быть нам товарищем, потому что не верит в революцию и выступает против партии. Вы знаете, что товарищ Ленин требует изгнания из партии таких изменников. А где же винтовка? У меня, товарищ Буранов. А, ну, держи, Марина. Винтовка тоже дело женское. Да разве так держу? Что это тебе, зонтик? Балда. Не твое дело, губошлёп. Верно, верно. Сам балда. В такой оказии да такую девушку не поцеловать. Вот так. Я тебя, Мариша, давно жду, а губошлёпу шиш. Ну, товарищи, стройся. Товарищи, помните, на великое дело идём. Назад ходу нет. Только что получено от товарища Ленина письмо. Вот что тут говорится. Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство. Нельзя ждать. Можно потерять всё. Правительство колеблется. Надо добить его. Промедление в восстании смерти подобно. Смирно, товарищи, помните, духа на древнем борьбе. Сарство свободы, дорогу, грудью проложим в себе. Сарство свободы, дорогу, грудью проложим в себе. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. Братский союз и свобода, вот наш девизм борьбой. Братский союз и свобода, вот наш девизм борьбой. Братский союз и свобода, вот наш девизм борьбой. Поздним вечером 24 октября красногвардейский отряд, возглавляемый Бурановым, захватил один из важнейших мостов через него. Поёживаясь от холодного, пронизывающего ветра, Буранов расставляет охрану. Товарищи, занять пикеты у моста. Сергей, стоять здесь. Есть. Марина, там. Связь держать. Умереть на месте, с пикетов не сходить. Мостов назад не отдадим. Попаловка наша. Порядочный там наших казематок оказалось. Все на воле. Базалы наши. Значит, начинается? Потихонечку. Степан. Поля, ты? Я вам поесть принесла. С утра ведь не ели. Молодец, Поля. На, поешь. Сергей Ивандай товарищем. А, Серёжа, ешь. Да что-то не хочется. Не надо ли вам ещё чего? Нет, нет. Всё в порядке. На вот платок. Закутайся. Да ну что ты? Ночь-то какая холодная. Ну не надо, не надо. Не спорь. Бой, говорят, будет. Возможно. А ты не бережёшься, как Гриша. Ну, вспомнила. Знаю. Сказали мне. Ты его всё собой заслонял, а он врывался. Ну к чему это? Ступай к детям. Я своим детям здесь нужнее. Помни, Степан, если что с тобой, нам всем горе будет. Береги себя. Да что вы меня все оберегаете? Ступай. Оберегать нам всем есть кого. Знаю. Ну прощай, прощай пока. Это вы о ком? Ну да я сам знаю. О Ленине. Вот она с ним разговаривала, а мне не доводится. Ну да я дождусь. Дождусь. Ну обязательно. Ну гляди же, стоять твёрдо. Я пройду на тот конец. Скоро вернусь. Буранов заметил, как с моста на набережную сошли два человека. Стой, товарищ, документы. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищ Буранов. Здравствуйте, Владимир Ильич. Телеграф уже взят? Владимир Ильич, вокзалы наши. Петропавловка, телеграф. Тоже наш. Очень хорошо. Проверил? Проверил. Надёжный? Надёжный. А чего ты там загляделся? Ну чего ты такой? А лишь что этот сказал тебе? Сказал. Что? Сказал хорошо, товарищи. А он это из каких будет? Будет Ленин. Что? Что? Да что же ты не сказал? Ты молчи, не кричи, не кричи. В ночь на 25 октября революционные войска захватили важнейшее учреждение Петрограда. Телеграф, вокзалы, радио и телефонные станции, мосты через него. Власть перешла в руки Совета. Утром в одной из крупных правительственных учреждений, как обычно, явились на работу чиновники. А в директорском кабинете горячо обсуждали последние события. Директор учреждения Шмецгер, Тихий и Золотарёв. Господа, нужно ли доказывать, что эта авантюра через неделю кончится? Да-да. Завтра Керенской с фронтовиками будет в Петрограде. На встрече ему организуется восстание гарнизона во главе с юнкерами. Поверьте, господа, через три дня ни от большевиков, ни от ваших советов и союзов следа не будет. О, нет, нет, господа. Не так просто раздавить правительство, которое пришло к власти на солдатских штыках. Есть другая теория. Только теория. Нет, нет, мы её уже проводим. Мы её хватаем за горло без штыков. Каким образом? Во-первых, самой сильной рукой, костлявой рукой голода. Так вот, приблизительно тоже мы делаем с деньгами. Из государственного банка мы уже изъяли 50 миллионов. Тоже обязаны делать все учреждения. Всю наличность изъять. Изъять, правильно. Безусловно. Простите, кстати, у вас здесь много денег? Сейчас наличными... 9 миллионов. 9 миллионов. 9 миллионов? Позвольте их нам. Нам, комитету спасения Родины. Да. Нет, нет, нет. Это уж извините. Чиновники забастуют, большевики первым делом не заплатят жалования. Но если у нас в учреждении забастовочный фонд... Ну хорошо, а большевики придут, и положат ваш фонд в карман? Безусловно. Капитал, как и хлеб, должен быть законспирирован. Да, безусловно. Мы с вами по этому поводу отдельно поговорим. Надо поговорить. Да, необходимо. Хорошо, господа, поговорим. Да, мы поговорим. Что такое? Что это? В чем дело? Кто это? Что за шум в банке? Пришли представители от большевиков. Тихо, господа. Граждане. Кто здесь управляющий? Что вам угодно. Рабочая христианская власть послала нас в учреждение установить нормальную жизнь и правильную работу. Для этого остаются здесь два товарища, которых вы познакомитесь с делами. Все их распоряжения для вас обязательны. Позвольте, товарищи, ваша компания пришла сюда? Не компания, гражданин. Это советская власть пришла. Позвольте. Где же это в мире видано? Нигде в мире не видано, правильно, гражданин. Князев? Да. Котов здесь? Остаетесь здесь на работе. Хорошо. Связь держите со Смольным. Есть. Пошли, товарищи, в следующий учреждение. Они пьяные, кажется. Незаметно. Итак, вы, товарищи, хотите руководить нашей работой? Руководствуйтесь, любезный, сами. Ну, как же вы хотите, чтобы мы для вас работали? Для нас? Для себя работайте. Это как же? А так же по-советски. А что значит по-советски? Значит, по совести, гражданин. Это по чьей же совести? А, знакомый, не по твоей, милой, мерка не та. Ну, что же, товарищи, вот вам дела. Это контокурентные счета, это сальдо. Ясно? Ну, чего яснее? Сергей, смеются, Сергей. Не давай виду фасонца. Нет, этот вид нам не идёт. Надо проще. Дорогие товарищи, пришла в Россию народная, кровная советская власть. Давайте работать советской властью. Советской власти нету, ребята. Ребят тут нету, любезной. Выросли. Вашей власти нет и быть не может. Мы не признаём, и работать с вами никто не будет. Можете спросить господь чиновников. Товарищи, будете работать с рабочей крестьянской властью? Ну? Ну, товарищи? Да, разговорились, что твои покойнички. Шмидрир, а я на всякий случай деньги из кассы уже забрал. Правильно. Смотри, Сергей, господа что-то понесли. Стойте! Стойте, куда? Куда я говорю? Одну минуточку. А ты что уносишь? Ничего. Что уносишь, говорю? Это так, это бумаги. Покажь, открой. Что-то не могу. Не могу, это государственное достояние. Не могу, это секретное. А можно и по секрете еще чуть-чуть. Значит, 9 миллионов не дам грабить, не дам. А зачем воробал? Эх ты, хрону сказ. Садись, Князев, на капитал, не выдавай. Я вас, короче, признаю, вы под расстрел пойдете. Не пугай, не пугай, понимаешь. Ты уж гнал нас на расстрел. Помнишь, Князев, у Рассёгина в тюрьму нас гнал? Где их всех запомнишь, что в тюрьму нас гнал? Бандиты разбили. Ну, Серёга, кажись, одни на хозяйстве остались. Кажись, так. На миллионах-то долго сидеть? Ну, чего, посидим, покурим. Слезли бы вы, ребята, с капиталом. А то не вышло бы чего. Господин директор войдет. А ты нас, товарищ швейцарь, не пугай. Звони, Серёга, в Смольный, что приехали получить. Смольный. Смольный. Слышь, скажи там, товарищ, что прислали за капиталом. А за каким? Девять миллионов. Да там знает куда. Как называется? Министерство всяких делов. Да все разбежались, понимаешь. Ну, да. А как это не до нас? Мы вам тут не капиталисты, понимаешь. Ты объясни, может, мы к такому капиталу и привыкшие? Это ты, понимаешь, сам туда пойди. Ну, позови кого другого. Ты скажи ему, капиталу нежности требует. Да ты-то почем знаешь? Знаю. Из нашей слезы до крови он. Эй, слышь, Смольный. Смольный. Никто не подходит. Значит, сели опять на капитал. Дай-ка я крутну пожёстче. А ну, давай, давай. Смольный. Ну, чего? Гудёт, как вьюга. Видать, со всем миром разговор идёт. Смольный, товарищ Ленина, князем скажите, неотложный вопрос об капитале. Здравствуйте, товарищ Ленин. Да тут, товарищ Ленин, невзапность. Мы взяли учреждение с капиталом, а начальство сбежало. Все чины. А мы при капитале остались. Девять миллионов. И как обойтись, не знаем. Мы хозяева. По-хозяйски говорите. Да ведь оно, товарищ Ленин, в хозяйстве всякая копейка бедать. Но с такой суммой не случалось. Случилось, это верно. Отвечаем за его. А послать его к вам в Смольный, с охраной. Вот это самое, товарищ Ленин. Спасибо. Понимаю, товарищ Ленин. Есть. Фух. Ох ты, мать честная. Ужли сам, товарищ Ленин. Аминь. Сами выговорить этому капиталу хозяева и отвечайте за его перед всем народом. Давай сюда верить людей. Охрану. 25 октября 1917 года. Огромный актовый зал Смольного. Входят новые и новые группы рабочих, солдат, матросов, крестьян-ходоков. Все ждут Ленина. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась. Отныне наступает новая полоса в истории России. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ